Это тот же самый участок, это молодая груша, а я сейчас перехожу к теме, где что посадить. Эту грушу можно было даже есть, это как бы получилось испорченное, усилийская груша несъедобна, она испорчена тем, что она стала, как бы все наоборот, она стала полусъедобной. Курдюм его угощал, да, он сам был удивлен, ну как, посадил-то я моими руками, лично моими, а выросла полукультурная. Ну и как, и этот тот самый Курдюмов, которому я аплодирую, каждый раз говорю, слова Курдюмову, деревья в культурном саду дикими не бывают, ну пожалуйста. И тут же я его привожу и показываю, насколько он прав, видите, здорово. Его спилили. А почему? Штук 15 культурных груш я ему посадил, собственно, руками, прям готовы. Урожаи были сумасшедшие, потом падает забор, козы уничтожают половину, остальные на ладан дышат. Как они ободрали. А это до них было несъедобное. Так, короче, вот кандидат для паспорта. Если уже так, я, друзья мои, я возвращаюсь к этому письму. Как там через запятую, заброшенное. На юге меня что поразило, чья это работа? Я на Кавкаде, город Майский. Между двумя городами вся сплошь полоса, вот эта вот защитная полоса, ветровая, из грецких орехов. И мы вылазили из машины, собирали грецкие орехи. Мы тогда не думали, что там они отравлены холодными газами, что тут, конечно, давно осело тонны свинца в этих же самых грецких орехах. Мы не думали, мы просто халяву, как выехали, набрали. И такие же орехи кто-то раньше, кто больше собирал, таскали их на рынок. Вот. Но это сам факт, что, оказывается, можно их иметь, и... Прямо не только в своих садах. Ну, еще есть пример с этими. Жордели тоже где-то есть целое. Но опять вдоль дорог, это опасно. Вот. А как вернуть тайгу? На вас посмотрят, как на слегка сумасшедшего. Вот. Слегка сумасшедшего. Чего это переносить именно такое? Более культурное, там трудно будет выжить. У нас людей, до многих хищников хватает. Ну, первый принцип, непривитая. Второй принцип, замаскировать. Дать вырасти. Вот. А у меня есть... Так. А потом ниже покажу. Так, гранятки. То же самое. Почему бы в лесу? Вот ранее, точнее, непривитый сад. Это было чудо. Деревня Саянская. Ну, правда, далеко от нее. И без охраны. Это было чудо. Деревья были возрастом лет 20. Они еще не дичали. Вот. Это кладовая настоящая. И кушать можно, и заготовить можно. Любые соленья и варенья, так образно говоря. Вот этот кандидат в лес переехать. А у меня есть семена дичавшей ранетки. Вот, пожалуй, это можно. А из груш... Из груш... Вот. Из груш есть, для более культурные. Ниже покажу фото. Более культурные. Груши, это сваруц и лукашовка. Схожесть великолепная. Могут в любых горах или там заброшенных местах жить. Просто в лесу. Вот. Почему не столько крови дикаря, вот эта вот, усулиськая груша. Вот эта же. А этот победил только топор. Вот этот. Вот. Что еще? Я, пользуясь случаем, показываю вам сам урожайный на моей памяти за все годы априкос. Он рос наискосок через дорогу. Я на него не обращал внимания. Плоды заврядные. Вот. Он рос себе, рос, никого не мешал. Я цену его понял потом. Вот. Благодаря Курдимову. Но было уже поздно. Вот. Он дал урожай. Вот это дерево, да, оно вот тут свешивается. А вот это все одно. Это не подумайте, что два дерева. Вот это все одно-одно. И оно еще несколько метров сюда уходит. Распросталось. Вот в объеме это большой дом. И здесь у меня уже появился опыт, и плохо видно урожай. Бедер 40-50. А в следующий год оно было мертво полностью. Если не успел поработать. На этом дереве должна быть табличка. Охраняется. ЮНЕРСКА Органинация Органинации. Хозяину вплоть до расстрела. Назначить его же охранником с зарплатой скромной. Чтобы он не подходил к нему. А если он все-таки его решит срубить, чтобы посадить грядки. То ему ждет возврат всей зарплаты и 10-ти тюрьмы. Вот так надо работать с такими деревьями. А я был молод. Это старый снимок. Он сделан мыльницей лет 20 назад. 25. Я был молод. Я ничего не понимал. Еще дерево ценнее. Срубил 4 сотки. Ему никто не давал больше. Сам Боднер. Увидите его. Увидите это дерево. Но позже. Я просто хочу сказать. Вот. Вы думаете за этим деревом кто-то следил? Ни разу не политое. Забыли сделать обрезку. Ох, вас бы сюда, ребята. Те, которые вот это. Нанимаются. Аспиранты. Подрабатывают им. Никогда не платят. Вот. Все я хотел сказать. Еще одно нашел. Вот такое. Их я знал не больше десятка. Так. Турчун Дускабилов. Мой друг. Кандидат наук. Который. Много лет проработал в Аканском институте. Ограрных прорывов. Знал абрикос. Которому 60 или 50 лет. Вот. Я тогда не интересовался этим. Сейчас бы я бы. Все бы. Душу бы отдал. Чтобы узнать, где это дерево. Живо ли. Почему. Нет леветочки. А пусть оно полукультурное. Пусть плоды. 20 грамм там. Им цены нет. Вот. И я возвращаюсь к теме вот этого письма. Да, дорогой друг. Если семена. А у меня их еще тысячи. Нераскопленных. Если превратить в саженцы. С высочайшей схожестью. Вот. Тогда можно заселить. Для будущих поколений. Чтобы уже знать, что там. Не как я. А помните рассказ. Как меня через заднюю калитку в рай пускали. Потому что вручили этот самый набор инструментов. Там секаторы. Эти самые. Тяпку. Плейку. Вот. И через заднюю калитку меня пускали в рай. Вот. Если кто-то из вас сможет вот это притворить жизнь. Готовы саженцы. Есть у Сергея. Вориса. Вишня. Жердели. Маньчжурские абрикосы. И из козчик начать вырастить саженцы. А потом расселить по округе. Вот. Подчеркиваю. Это дерево. С выражаем 40-50 ветер. Я не преувеличиваю. Вот. У меня дерево, которое тот маньчжурец. Который был на 15-м году жизни. Два раза меньше по объему. 30 ветер дал. Посчитанных. Так вот. Оттуда это дерево. Которое по недоразумению никто не калечил. И вот они, начиная с леса, могут начать все с нуля. А вы же все равно в садах. Ничего нет. Спросите у этих аспирантов, которые увечат деревья. Вот. Спросите у них. А сколько у вас? А что у вас, ребята, в рюкзаках, кроме пилы и секатора? Где ваши абрикосы? А? Вам в голову не приходит, что вы сами не даете их растить. Зачем было меня с трибудной выгонять? Ведь вы же смертельного врага нажили. Значит, вот это для леса. Абрикосы скромные сортов для леса. Яркий пример. Каждую весну вот такие вот дольщик дорог. Я говорю, переезжаешь с той стороны на эту. И там от плотины до хутора, от 10-11 километров. Видимо, наплеванно растут везде вот эти волочные вишни. А вот эта вишня я тоже не садил, естественно. Это моя кучка тех самых. Мои кирпичи. Вот. И выросла прямо в кирпичах. На той стороне, где вы видите поберенные деревья, это соседи. Те самые, которые... Говорят, Кристины, если ничего не понимают, садоводцы. Вот он их халечил. Вот это уже остатки. Так вот. Если бы не коза, это была бы мощная идея. Вот здесь растет в нескольких метрах у меня. Тот же моя ограда. Вот она. Вот это уже сарай мой. Вот. Ну, в десятки метров. Растет такая же. Только пышнючее дерево такое. Потом покажу. А это объели козы, фактически уничтожили. Я так хотел доказать. Неприхотливые, страшные. Есть еще один кандидат. И тысячи козчик ждут, когда их переселят. Куда? Как куда угодно. Только подальше от трассы. Я раньше восхищался. Пересредели вдоль дорог. Грязь и реки вдоль дорог южных. Но тогда не было такого движения. Вот. ГАИ ГИБДД. Видите, абрикосы плываются. Дело в том, что у этого абрикоса был хозяин. Вот. Этот хозяин. Я его вот только раз и видел. По делам ГИБДД. Заметил. Приехал специально. Второй раз. И последний раз я видел. Сделал фотографию. Обратите внимание. Какая к черту культура. Вот уже сухая ветка. Есть он живой? Нет. Этой фотографии уже лет много. Может, он живо-здорово. Все-таки городская черта. Она как-то греется на себя. Но я хочу что сказать. Я вижу посредствия того, что пришел хозяин дерева. Из лучших побуждений. И все-таки это приличное дерево, которое дает съедобные плоды. Он должен был его обрезать вот так. И здесь был раз мощный, пышный куст. И никогда бы не погиб бы. Сейчас хрен. Ну что дальше? Да могут просто взять топор, сказать, что уродует наш газончик. Судьбу не знаю. Ну, вот так бы, если бы сразу, когда оно было молоденьким, метровым, полутора метровым. Чик. И вот отсюда пошло бы. Вот ради этого я хочу сказать. И вот я отвечаю заодно на ваш вопрос. Вы сказали, а дальше, когда я в лесу посажу, обрезать, не обрезать. Я ответил сразу, чик, и пусть себя растет так, как хочет. Вот это вот, поверите, нет, эти саженцы в черемушках посадил Боддер. Прямо, учитывая, что это часть города, черемушки. Вот. Видите? Здорово, да? Вот. А здесь же никакого движения. Их кушать можно. Здесь нет этих самых, как называть это, промышленных этих, кроме газа. А газ это чистая вода, передаваемая, переделанная вода в энергию. Вот. Вот какие у нас города должны быть. И вот когда вы упомянули, сказали, там через запятую, в городе, друзьям, в лесу, в горах. Идем дальше. Вот город Цианогорск. Вот если бы, все бы хорошо, он не привитый. Но вот если бы плоды взяли покрупнее бы, с ранеток. Это уже с одичавших ранеток, это на подвое хороши, а в качестве подвоев кушать их не будешь рядом. Только для красоты. Это экзотика. К сожалению, экзотика. То есть это должна быть обыденность и должны украшать город. Еще не все сказал. Отдельный был у меня фильм. Вот. Я смотрел, я проезжал. Вот такие деревья не мешали, видимости, раздельные две полосы не мешали. Их изуродовали. Ой, как изуродовали. Но у меня повторяться неудобно. Вот. Фотографии обвиняемые. Ужас, что какое-то... Какое это невежество. А. Вот эту фотографию я нашел в интернете. Летяйший случай. Я набрал абрикосы, лес там. Оказалось, ну что, могут. Вот это к вашему письму. Видите, как это здорово. А? Могут. И как бы здорово, если бы наши леса заразились. Только начать. Я знаю, в одном из фильмов я стою возле... Сразу за городской чертой. То есть, вот оно шоссе. С одной стороны девятьэтажки. С другой абсолютно заросшие лесом этот самый. Начинается степь, заросшая лесом. Когда-то она была голая степь. Но возле города всегда возникают эти... И вы представляете, два нашел абрикоса полу-культурных. Вот. Ну, явно, что у них предки были культурные. Ну, место дикое. Может быть, там много было. Никто не садил. Вот прям такая картина. У него есть возле... В нескольких километрах от меня. Придет пора. Я еще поснимаю. В этом весной забыл. Сильно много проблем. Когда могло цвести. Вот. Вот это вопрос к этому. Вот это степная вишня. А ее почему степной назвали? Она кустарниковая. Она дает много отводков. Получается, растет большим-большим кустом. Но невысоким. Для вас. Для вас вот этого добра должно быть, чтобы мы в лесу собирали настоящие сливы. Собирали... Ой, вишни. Кстати, сливы тоже. Так вот. Настоящие вишни. И чтобы мы делали заготовки. Не только этих самых. Которые сжимались. Они настолько горькие, что съешь одну ягодку, глаза вылезают на лоб. И обратно выранили это. На место они становятся. Вот что мы... У нас все собирают такие, продают. Ну, ради витаминов надо. Вот. Даже садовая жимолость. Редко, когда можно ее кушать горстями. Редко. Ни на что не намекаю. Но резко. Вот. Волочная вишня. Модели как раз... Вот тут та, которая на куче... В нескольких метрах вот тут растет. На куче этого... Кирпичей моих же. Вот. Выросла прямо на гравии. Ямку выковырял. Саженец воткнул. И не подходил. Вот это ее прилетает. Она фактически дикая. Ну, что, ни разу не полетает. Ни разу. Вот. А она дает плоды какие. О-о-о. А вот она и есть это самое. Ну, это дерево сосед уже срубил. Я показывал. Вот тут растет мое дерево. Сварог. Одна ветка, перевесившаяся к нему, дала 10 ведер. Одна из веток. 10 ведер. Вот. Вот это давало. 30-40 ведер. Это давнейший снимок. И сосед его уничтожил. Почему? Потому что она... Уступала по вкусу. А у него тут заборы висят мои. Тут же нарядная фима сюда падает. Тут же это. Ну, и так далее. Вот. Он решил, что занимает только место. Ну, это как, знаете, вот некоторые как ездят на Мерседесе, а в гараже где-то догнивается порожец. Или даже приличный Жигуль. Ну, мало ли. Сегодня это самое. Завтра обанкротился. Мерседес продала. Жигуль поменял эти прокладки. Сел и поехал. Так. Вот для этого, я считаю, вот этот вот золотой запас. Я называю это страховой фонд. Вот. Редкость. Он его уничтожил зря. Они уже были... От нарядной фимы, вот этот нарядной фимы, они уже полуокрасились, они уже стали крупнее. Ну, влияние соседа, ну, так сказать. Я их называю скромно, не наращиваю. Ну, как, беспорядочные половые связи. Без зачатия. И вот, значит, хотя даже это. Вот. А вот тем более, что рядом такие мужики, как нарядные фимы, вот там, это еще мужики есть, сварок рядом. Они тут свое дело делают. Ну, не дали, спилили. Ценность потерял. Для соседей, да? Вот. Но, такие деревья, если бы они росли, как бы сказать-то, ну, соседи, ладно, заелись. Приезжают ко мне шуренцы, нет ли у вас на продажу груш? Я, как всегда, говорю, нет, только угощать. Подошли к моему сварогу, он тут растет. Вы видели фотографию, самый сумасшедший вырожай этого сварога. Видели фотографии, видели фильмы, вебинары. Вот. Я говорю, это самое, угостить могу и все, а так я не продаю. Проходим мимо сварога, поднимают. А это, они же гниют. Я говорю, да вы что, да бы купим. Им вкус понравился. Получается, я заелся. 12 ведер, не считая гнилых, оказалось. Даже помню цену, по 200 рублей ведро. Ну, в те годы это были деньги. Вот так. Так что, вот это вот свароги и вот это лукашовка. Лукашовка должны переезжать куда? В тайгу. И тогда к ним будет паломничество, когда они вырастут. Ну, кто потянет. Ну, шелковицы здесь почему? За ней тоже никакого ухода. Они всегда в Сибири имеют такую форму. Не именно шелковицы, а деревья, у которых отмерзают кончики веток. Дай руку этому садисту, он бы это дерево давно бы изувечил. А здесь просто я показываю ради того, что если еще шелковицы на чем-то, где садить, мы превратимся, как Мичурин говорил. Ой, Мичурин, Курдюма в раю живем. Наконец, вишня сибирская штамбовая. Это молодое еще были деревья. Это тот самый участок, где вот эти я вам показывал, абрикосы королевские, которые они попорчены соседями. Вот, я сейчас вам потом, наверное, или сейчас сказать про густоту. Вот, пока в двух словах. Пчела, которая достаточно, это, нектару, пищи на одном дереве, черт из-за полетит на другое. Если те, кто хочет иметь настоящий урожай, как у меня, у них кроны деревьев должны сомкнуться. То есть я железом за густоту посадок, несмотря на то, что этому сопутствует перевлажненность, хуже вентиляция, больше тени, и, соответственно, соответственно, грибковое заболевание, которое уничтожили вишни на всей планете. То есть нет, в Европейской России. Это уже не секрет. Никто, кстати, за это ответственность не понес. А здесь идут дожди, не идут дожди. Густо посажено, так что кроны смыкаются. Никаких, нет, вообще нету такого понятия, как Курдюма молодец заметил. Наконец, еще в лес к соседям можно перевозить вот этот вот мальчурский абрикос. Плоды, молодое дерево, это одна из пяти веток, вот это. Представляете, урожайся, это когда я рассказывал, было 30 веток. Вот, я сфотографировал одну ветку из пяти. Сейчас уже две упало, три осталось. Одна от перегруза яблок, другая от мокрого снега перегруза. Садил, дурачок без этих, не отрезая половину, саженца садил. Они стали хрупкие. И вот, значит, за эти годы на него сильно повлияли соседи. Плоды стали полусъедобные, а были вообще невозможные раззять. Слегка окрасились. Влияние амура стопроцентное, его работа. Вот. Да, причем на маточном дереве, не у потомства. Это значит, что, извините, терегония, это, не надо стыдиться этого слова. Влияние полового партнера без зачатия. Вот. Я говорю так, как есть. А там, думайте, как хотите. Ах, оно не существует. Только для того, чтобы не переносить это понятие на людей. Вот. Трахайся с кем хочешь и как хочешь. Поняли меня? Кто умный, тот поймет. Теперь. Ну, в принципе, поговорили мы уже. Не буду повторяться. А именно о ранетках или, вот, о дичарших ранетках. Вот. Вот это вот яблонька, которая была когда-то ранеткой, стала одичаршей. Я их продаю только для подвоя. Иногда я думаю, если бы она росла повсеместно в тайге, в чистой тайге, естественно, вдали от этих шоссейных дорог, от всех этих наших. У нас и дыма хватает. Вы знаете, что весь мир по висках крутит и говорит? У вас же ГЭС рядом. Это же бесплатная электроэнергия, вода, да? Это вам не верно. И у вас котельная, котельная, гадят тут же, на угле работает. Кстати, может, еще на мазуте, может, еще на чем-то. Вот. Но, учитывая, что у нас рядом все время мотаются эти грузовики с углем, или как там, скорее всего, на угле. Не важно. Но дым, вот, крайне я всегда поражаюсь. Есть район, где дых всегда чистый, а вот тут часть, ближе к котельной, где живут нормальные люди, те же пятиэтажки. Я как туда попадаю, дым, не могу дышать. Что творят? И вот, если брать места, то вот тайге, допустим, вот так, даже такое вырастить. Может, вернуться к прежней культуре, ведь это же кладезь витаминов. Ну что, неужели это невкусную ранетку водичавшую? Нельзя переработать на варенье, на компот, в сахарку побольше. Не понимаю. Это-то вырастить-то, ее растить-то не надо. Вот она, ее растить-то не надо. Где семечко упало, там... Ой, куда попали, боже мой. Так, мы с вами два часа разговариваем. Как всегда, только треть от этих самых. Что будем делать? Чтобы не отбить охоту, а кому-то уже спать пора. Остановимся на этом. Просто погляжу, что мы не успели. Вот. А это... Нет, все еще тему-то закончим. Это Хакасские, можно назвать, горы. Саянские горы. Это Нартизавязающий Несей. Так, там в горах уже климачуски. Мне кажется, если бы кто-то действительно взялся бы за это дело, вот здесь бы растить абрикосы уже независимо от нас. Пусть они были менее съедобные, но более морозостойкие. Вот тут, так же как в Сихотолине. Вот он, смотрите. Видели? Вот он, Сихотолине. Вот это, видите, беленькие? Вот это вот. Это цветут абрикосы. Настоящее. Абрикосы. Ну и все-таки эту тему надо закончить. Вы говорили про это. Ухаживать за ними. Ну это понятно. Я надеюсь, что этот лес окружен. Колючей проволокой, собаки. Второй с ружьем. А иначе вот так нельзя будет делать. Если вы решились, уважаемый коллега, то надо, чтобы это все было незаметно. Никаких прессорных кругов. Вот. И подальше от глаз человека. Дальше пойдем. Я в интернете выбрал несколько снимков. Обычно, в принципе, такое. Везде неровная местность. Это для абрикосов хорошо. Вот. Особенно для абрикосов. Но касается любого вида. Почему? Склон – это солнечная сторона. Это как бы приближение на юг. А на северную просто не садить. И вот берем мы эту солнечную южную сторону. Может западную. И смотрим, что здесь. А здесь деревья настоящие. Растут там, где по суше. И там, где они могут нормально расти. А ближе. А вот это явно ручей. Явно. Ближе к ручей. Все меньше, меньше, меньше. Вот они кустарники. И вы уже поняли. Здесь садится. Не зря же, как я видел, смородину. Это. В тундре. На севере. Прям корни получатся в воде. А смородины. Ой. Ужас. Забывали про рыбалку. Нагребали все рюкзаки. Чуть выше. Наверное, кустарники. Степная вишня. Песчаная вишня. Так, что бы еще рядом посадить. Потом, еще выше, допустим. Деревья, которые, в принципе, более высокие. И накменец. Те, которым нужно что. А они тут достанут корнями. Вода-то рядом. Они тут пробьются. Если это не сплошный камень. Вот. А еще выше, естественно. Абрикос. Вот. Может быть, те же ранетки. Надо попробовать. Те же груши. Именно у абрикоса и у груши стержневой корень. Видите, как несправедливо. У груши с яблоней. Большое расхождение. По этим. Стержневой коренью не у груши. И у косточковых слива с абрикосом вроде бы родня. А получается, что у абрикоса стержневой корень. А у слива нет. Вот. Так же, как у старниковых. Так я образом назову. Вот. Смотрим следующий снимок. Вот здесь. Я уже договорил. Ладно. Третий час. Ну, что делать. Потому что тема все та же. Посадки в тайге, в лесу. Что-то я не сказал в тундре. Я старый тундровик. Так вот. Это снимок для меня откровения. Натнулся случайно. Это значит, что это линза. Это значит, что раз вода отсюда не утекла. Что это фактически бассейн. Просто бассейн. А как он образовался? Да очень просто. Там глиняная подушка. И уже это, кстати, тем, кто считает. Ох, у меня вода рядом. Или наоборот. Ох, у меня воды нет. Посадят, дерегивают. А он не знает, что творится. Если здесь такая линза, то где-то в любом месте. Здесь или вот. Нет, не здесь. Вот здесь. Здесь тоже голо подозрительный. Лес не растет. Видно, какие-то пенечки. Да, вот пенечки. Что-то не растет. Не хочется расти. Здесь может быть та же линза. Но под землей. Полуметры, метры, двух метров. А лес, все наоборот. Вот смотрите. Где здесь? Так, а здесь все наоборот. Просто надо быть наблюдательным. Растет густой, гремучий лес. Уже тут, если не брать того, что здесь вода в линзе, а тут уже нормальный лес, значит, он до воды несколько метров. И вы когда берете участок, хорошо, когда он имеет ландшафт. Я не знаю, смотрите ли вы 10 колодца выкопать. Или лозоходца нанять. Но вы, по крайней мере, должны иметь теперь представление. Ничего вы про свой участок не знаете. Я уже объяснял. Да не отчаивайтесь вы. Не опускайте его руки. Вы же сказали, что у вас вода в метре. А вы в пяти метрах выкопаете ямку, это самое. Если вода в метре. И вдруг увидите, что нету там метра воды. Копните еще глубже. И опять воды нету. Так как кажется, что это паника-то рано. Единственное, когда колодцы ройте. Мы когда рыли колодец, да, дошли до воды. Пошли перекурить. Когда пришли, колодец наполовину был засыпан, обрушили стенки. То есть, если бы мы не пошли перекурить, значит, я бы мог остаться там навсегда. Это к вопросу таких безопасностей. Вот здесь бесполезно садить вам это самое неприхотливое плодовое растение. Все, тайга, все захвачено. Здесь нельзя. Обратите внимание. Вот. Вы думаете, это покос? Нет, это вот ложа, так сказать, подземного ручья. Он может весной тут талая вода журчит. Летом она уходит под землю. Вода. Вот. Ничего садить нельзя. Я не знаю, почему здесь брюно лежит. Само отгнило. Может кто-то на дрова. Ну, скорее всего, это не тронуто, явно не тронуто. Попробуйте посадить, ничего не выйдет. А хорошее место захвачено. И заметьте, всегда опушка, вначале поменьше деревьев, а потом уже высокие. Этим нужно нельзя. Выжили те, кому вода не сильно мешала. Наверняка хлюпает прям под этим, под его корнями хлюпает вода. Вот, пожалуйста, вы смотрите моими глазами. А вот это искусственная деляна. Вот здесь, наверное, могут расти. Но это, если взять целый участок и охранять его. Почему? То, что вы видите, это явный покос. Вы видите дорогу. Когда-то, где-то. Казакири. Не знаю, где это. Это может быть в любом области России. Не смотри, что тут горы. Горы есть везде. Даже там, где их не считается, и нет. Они невысокие. Вот такие горы, как правило, где-то так, метров пятьсот, шестьсот. Вот, и везде полянки. Видите, вот полянка. И вот эта полянка искусственная. То есть, когда-то наши предки брали где поменьше деревья, где полегче. Чуть-чуть проплешин больше. И вычистили. Делали покос. Может, когда-то огороды были. Вот. Это искусственная. Вот здесь уже шансов вырастить больше. А вот здесь уже не ноль. Вот здесь ноль. Поняли, да? Вот здесь, посмотрите. Разнотравие, красота. Я бы скажу тебе, а что тут ничего не растет? Ну, во-первых, растут. Вот сосенка поднимается. Вот сосенки. Вот они сосенки. Вот они сосенки. Возможно, это бывший тоже покос. Но не похожий. Это место больно дикое. И верхотвора какая-то. Знаете, что здесь расти будет? А, правильно, абрикосы. Вот их-то можно посадить. Но так посадить, чтобы никто не догадался. Это уже ваша головная боль. Окультурено. Ну, так же, как я там говорил. Явно покос. Явно, что вычистили. Вот. Это он напоминает чуршинские места. Но фотографии с интернета понятия не имею. Вот опять это для абрикосов. Сразу в голову лезет. Можно остальные пробовать. Вот почему-то везде, где у нас были сады, хорошо росли. И везде, где было все это заброшено. А у нас заброшено множество дач. Спасибо перестройке и воровству. Вот. Везде лезли именно хвойники. То есть это явно их родное место. Когда-то люди вытеснили с помощью специальных поджогов, с помощью выковыривания земли. Как оно называется-то это? Вот. Как это самое. Когда с корнями его выкапывают. Вот. Ну, это просто красивая фотография того, которая, помните, с плодами. Той самой груши культуриной. Просто я вот снял осенью показать, что она еще декоративный смысл имеет. Так. Так, так, так. Сейчас, может быть, совсем важный вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok